Джо Байден заявил в воскресенье, что он помиловал своего сына Хантера Байдена, который был признан виновным в даче ложных показаний при поверке биографических данных и незаконном хранении огнестрельного оружия, а также признал себя виновным по обвинениям в неуплате федерального налога. Белый дом неоднократно заявил, что Байден не помилует и не смягчит приговор своему сыну-наркоману. Ранее Байден неоднократно также заявлял в интервью, что ни при каких обстоятельствах не помилует сына и примет любой вердикт, вынесенный судей. Все эти ложные заявления подогревались в то же самое время заявлениями других демпартийных лидеров типа Нэнси Пелоси, утверждавших, что перед законом все равны, имев в виду сфальсифицированные ими же судебные процессы над Дональдом Трампом. Добавьте к этому закрытые еще на стадии расследования процессы с найденным кокаином в Белом доме и множество еще чего. И сразу ясно, что да, все равны перед законом, но у кого есть связи и власти, у тех дела обстоят по-другому. Сегодня я подписал помилование моего сына Хантера. С того дня, как вступил в должность, я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции. И я сдержал свое слово, даже несмотря на то, что я наблюдал, как мой сын был выборочно и несправедливо привлечен к ответственности, говорится в заявлении, опубликованном Белым домом. Ложь Байдена и его помилование – это, вероятно, одно из первых скандальных помилований, которые нам еще удастся услышать за предстоящие полтора месяца до того момента, когда он покинет Белый дом. Также, как и возбуждение расследований в отношении тех, кто 4 года яростно использовал Минюст и ФБР в фальсификациях судебных дел. Нелегко, вероятно, достанется и лист Чейни с подельником Адамом Киссингером. Теперь они станут сами фигурантами расследований. Предполагается даже расследовать Нэнси Пелоси, а также снять гриф секретности со многих документов, которые нам откроют глаза на действия Обамы и руководителей Демпартии. Команда Трампа подтвердила выдвижение Кэша Паттеля на пост директора ФБР. Он лоэлист Трампа, который помогал отбиваться от обвинений по делу Раша Гейти. Паттель был одним из первых эмиссаров по Украине, где искал сведения о коррупции семейства Байденов. У Паттеля имеется большая программа перетряски бюро. Скажем, он предлагает закрыть штаб-квартиру ФБР, здание Гувера в Вашингтоне и создать там музей преступлений глубинного государства. Саму же штаб-квартиру могут вынести куда подальше за пределы столицы США. В планах команды Трампа перенести как можно больше федеральных ведомств из Вашингтона в другие американские штаты. Многие чиновники, не желая туда переезжать, сами начнут увольняться. Задача осушения Вашингтонского болота будет сама собой решаться. Хотя и чистки никто не отменял. Тот же Паттель намерен увольнить всех политизированных агентов ФБР. Например, тех, кто заводил уголовные дела против Трампа, а также провоцировал сторонников Трампа совершать преступления. Впрочем, недовольные аппаратчики и спецслужб наверняка тоже начнут мстить команде Трампа. Возможность-то у них есть в США, и так наблюдается лавина преступности в разгул картелей. Да и уровень террористической угрозы находится на максимуме с 9-11. ФБР только недавно арестовало афганского исламиста по обвинениям в терроризме. В период чисток система точно пойдет в разнос, и увольняемые агенты пустят все на самотек. Вероятность любого форс-мажора резко возрастет.